Дмитрий Подлесной 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 Есть модельный проект, который носит рекомендательный характер. И, возможно, где-то на территориях будут звучать различные предложения. Найдут ли они свое отражение в итоговом документе, там, в других муниципалитетах, или не найдут, это будут принимать депутаты. Такая же ситуация будет и у нас. Но пока мы находимся, мы, скажем так, вышли на финальную стадию, но находимся еще в состоянии обсуждения. Принципиальным различием сургутского и регионального вариантов стал функционал специальной комиссии. По мнению представителей округа, муниципальным депутатам члены комиссии предложат ограниченное количество вариантов, от двух и более. Остальных претендентов они отсеют. В сургутском варианте порядка к финишному этапу должны быть допущены все кандидаты. На мой взгляд, возникает вопрос ответственности. То есть, если в первом варианте думцы несли полную ответственность за принятие этого решения, и там, либо слова благодарности, либо, значит, слова критики, они относились в полной мере к тому решению, которое принял ты, то во втором варианте, получается, ответственность разделена. То есть, сначала приняла решение комиссия, но потом ее утвердили депутаты. И здесь возникает такая почва для, в общем-то, на мой взгляд, разделения ответственности, соответственно, если никто ее не несет, и, в общем-то, спросить потом не с кого. Но тогда бы возникал вопрос целесообразности работы комиссии. Ведь если не идет отбор, зачем проводить предварительное собеседование? В июне все точки были расставлены. Остановились на том варианте, где депутаты трижды принимают участие в выборе главы. Первый раз, когда избирают четырех человек в конкурсную комиссию, это, так скажем, один из этапов контроля. Второй момент, когда эти уже четыре человека отбирают в конкурсной комиссии кандидатуру наиболее достойной, это второй момент. И третий раз, это когда депутаты ставят окончательную точку по избранию главы из тех кандидатур, которые предложит конкурсная комиссия. Конкурсная комиссия Натвана и конкурсная комиссия по отбору, она отбирает эти кандидатуры и предложит. Их может быть и две, и может быть и пять. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире Телефон Студии 22-12-12. Ну, достаточно много вопросов у участников процесса возникало, там, из месяца в месяц. Возможно, это связано с тем, что было мало времени на проработку. Вот на федеральном уровне, насколько внезапно появились изменения в федеральном законодательстве и насколько быстро их приняли? Алексей Исаевич. Спасибо, Дмитрий. Ну, вот смотрите, вы в своем сюжете сказали предысторию, что с февраля 2015 года. А я расскажу пред-пред историю. Вообще у нас реформа местного управления фактически происходит на территории Российской Федерации с 2003 года, когда был принят федеральный закон об основных принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. И, соответственно, в этот закон систематически вносились всякие разные изменения, в том числе и касающиеся изменения порядка избрания глав муниципальных образований. И вот если применительно к этой ситуации, которую мы сейчас обсуждаем и к которой мы подошли в городе Сургуте, вообще с 2014 года, в мае месяце 2014 года, точнее 27 мая, был принят 136-й федеральный закон, который закрепил в своих положениях три варианта избрания глав муниципальных образований, то есть городских округов и муниципальных районов. Это в том числе избрание населением главу муниципального образования возглавляющей администрации, глава муниципального образования может возглавлять и представительный орган, а также избираться из состава депутатов. И в принципе этот закон дал полномочия субъектам Российской Федерации в течение шести месяцев привести законы субъектов и определить, какие из этих вариантов в законах субъектов существуют. В Ханты-Мансийском округе в ноябре, 19 ноября, соответствующий закон был принят и оставили те же три варианта, которые были предусмотрены федеральным законом. И в принципе на территориях как-то к этому уже спокойно отнеслись, и стали готовиться кто выбором, кто, соответственно, избранию главы по варианту избрания состава депутатов, либо состава избрания при возземлении народа и всем населением. Но буквально в начале 2015 года, а точнее на первом пленарном заседании Государственной Думы, которое прошло 20 января, был принят во втором чтении закон, законопроект точнее, вносящий изменения в 131 федеральный закон и закон об основных правах граждан на участие референдума, так называемый, 67 федеральный закон. И в этом законе, уже во втором чтении, потому что в первом чтении этого не было, а это было в таблице поправок, появились нормы, изменяющие способы избрания главы. Точнее, появилось 5 способов избрания главы муниципального образования. Еще раз напоминаю, это было 20 января. То есть глава муниципального образования избирается на муниципальных выборах, возглавляет либо администрацию, либо представительный орган. Второй вариант, глава муниципального образования избирается из состава депутатов представительного органа местного населения, возглавляет также либо администрацию, либо представительный орган. И третий вариант, то есть пятый вариант, который в городе Сургуте в настоящее время принят, это порядок избрания главы муниципального образования путем проведения конкурсных процедур. 20 января первое чтение, 23 января второе чтение, 24 января этот законопроект поступает уже в Совет Федерации, федеральное собрание, 27 января рассматривается на профильном комитете, и 28 января уже принимает в Совет Федерации постановление об одобрении этого законопроекта. И попал президенту, и 3 февраля уже президент его предписал. 6 февраля он был опубликован, и все. И уже в феврале в оперативном порядке субъектовые парламенты принимали соответствующие поправки, а потом это дошло до муниципальных образований. Вот в Сургуте достаточно кропотливую работу провели. Как шел процесс принятия? Были разногласия, мы их видели, но в итоге было принято рациональное решение, которое самое оптимальное в данной ситуации? Вы знаете, я не сказал бы, что это совсем разногласия, просто поскольку это, будем так говорить, пилотный проект, и в округе точно, мы пионеры города Сургут, и по сути на наших ошибках будут учиться наши коллеги и принимать наш опыт. Поэтому ответственность на городе Сургуте была высока. И от того, что, как Наталья Павловна в сюжете сказала, не совсем было понятно, что же это все-таки будет. Понятно, что это будет конкурсная комиссия, какие требования, что за кандидаты, каким требованиям они должны будут соответствовать. Вот на этом этапе достаточно бурно депутаты дискутировали. Но в итоге, на мой взгляд, принято абсолютно рациональное и разумное решение. Во всяком случае, из двух вариантов, которые нам сегодняшний день предлагает закон, я считаю, что это оптимальный вариант, и он соответствует наиболее, он наиболее демократичный и позволяет, ну, хотя бы косвенно жителям города Сургута представлять свои интересы через депутатов и участвовать в избрании главы города Сургута. Вот так, даже депутаты заявляли по поводу того, что, какова ответственность будет на специальной комиссии, Татьяна Александровна, вы состоите в этой комиссии, да, и населению было бы интересно узнать, в вашем понимании, каким должен быть глава города все-таки, на что будете в первую очередь обращать внимание в рамках работы этой спецкомиссии? Да, у комиссии такая сложная ситуация в том отношении, что критерии выбора кандидата, которые предъявляются к кандидату, они не определены. И здесь очень сложно сказать, потому что у каждого члена комиссии могут быть свои субъективные мнения, но, тем не менее, есть общепринятые принципы, которым должен следовать каждый человек, тем более возглавляющий муниципалитет, такой большой город, как у нас. Да, действительно, мы все считаем, что человек должен быть честным, да, действительно, мы считаем, что у человека должна быть хорошая гражданственная позиция, он должен быть активным человеком, он должен быть справедливым человеком. Ну и многие другие вещи, когда подходить к критериям, когда можем подходить к критериям, здесь всегда можно говорить, что некоторые критерии могут применяться ко всем кандидатам, а некоторые могут быть, в общем-то, несколько субъективными, такими, как, например, все-таки, вот мы уже говорили, состояние здоровья человека. Для кого-то это важно, а кому-то это может быть действительно уже дополнительным плюсом. И здесь комиссия будет, конечно, выражать разные мнения, но в конце концов мы все придем к одному решению, единому, и определенное количество кандидатов, они уже выйдут на заседание Думы для того, чтобы можно было принять решение. Ну, особенно будут во внимание приниматься, наверное, те концепции развития города, которые представят кандидаты, да? Безусловно. А есть ли в алгоритме, в нормативных документах, которые были приняты в этом году, какие-то устойчивые, жесткие требования, которые гласят там, ну, возраст, например, еще какие-то требования? Нет, нет, нет. Таких требований нет, и здесь действительно каждый кандидат имеет право представить свое видение развития города, исходя из своего понимания, из своей креативности, из своей активности. И здесь комиссия будет уже смотреть вот на те варианты, которые будут представлены без определенных требований. Ну, если позвольте добавить, Татьяна Александровна немножечко, вот было сказано по поводу концепции. На мой взгляд, концепция – это вещь хорошая, но мне кажется, что все-таки комиссия должна исходить из того, насколько потенциальный кандидат представляет инструменты, которые будут решать эту концепцию. Потому что, ну, написать стратегически возможно все, что угодно. А вот на сегодняшний день в реалиях существующих, экономических, там, политических, насколько реально вот эта будет программа? Мне кажется, вот здесь как раз комиссии придется найти золотую середину и принимать взвешенное решение. Да, в этом отношении я с вами полностью согласна, потому что такое прожептерство и какие-то амбициозные планы, которые не вписываются в финансовые возможности и систему нашего города, они действительно не пройдут. То есть будет учитываться понимание реальной ситуации, да? Конечно. Ну, не только реальной ситуации. Не надо забывать, что есть и вопросы местного значения, на которые должен понимать потенциальный глава муниципального образования, чем занимается город, какие мы вопросы можем решать. И самое главное – полномочия. Полномочия, которые есть у главы муниципального образования, полномочия, которые есть у исполнительного органа. Потому что в нашем случае глава муниципального образования будет воскновлять исполнительного органа власти, и в том числе и полномочия представительного органа. Потому что тесное взаимодействие двух ветвей власти, оно и должно быть выражено в позитивном развитии города. И поэтому, если кандидат в этом не разбирается и даже не понимает, о чем он говорит, ну, понятное дело, комиссия будет оценивать и этот подход кандидата. Какой может быть кандидат, если он даже не понимает, чем должен заниматься глава? Какие вопросы решает муниципальное образование? Какие вопросы вправе решать, какие не вправе решать? Как, по сути, информация изложена в уставе города? Почему не только в уставе города и в других законодательных акциях, в том числе и бюджетное законодательство? Можно сказать, да, я построю там кучу всяких разных социальных учреждений и тому подобное, не понимая, что бюджет города тоже это сбалансированный достаточно документ. И доходы, и расходы посчитаны. И доходы определенные источники, откуда они поступают. Нельзя сказать, что там я пойду, завтра обложу налогом всех предпринимателей дополнительных, и у нас будет дополнительное поступление. Извините, я из законодательства. И поэтому кандидат должен в этом разбираться. А комиссия должна и оценить, насколько кандидат готов именно в рамках действующего законодательства исполнять свои обязанности, если он встанет главой города. Ну вот если переходить к алгоритму, сколько этапов будет у специальной комиссии на то, чтобы понять, кто реально может стать главой города, а кто не сможет? Какие предусмотрены по алгоритму? Там предварительная работа, собеседование, вот так последовательно? Да, первый этап работы комиссии – это действительно просмотр документов. Документов на соответствие требований, которые предъявлены в положении. Второй этап – это этап собеседования, когда каждый кандидат будет представлять свою программу, где можно будет задать различные вопросы и оценить готовность каждого кандидата занять эту должность. Потому что действительно не каждый человек может быть готов, не каждый человек может быть адекватен, и некоторая завышенная самооценка или определенные свои видения узконаправленные, оно может не складываться с тем, что желают наши жители. А в общем-то самое главное – это то, что хотят наши жители, чего ждет наш город. И этот этап завершается выбором комиссионно нескольких кандидатов, которые пойдут уже, будут представлены в нашу Думу для того, чтобы наши депутаты приняли решение. Я думаю, у вас есть еще один этап. Это как раз этап, который находится в промежутке времени между приемом и ознакомлением с документами и собеседованием. Тут как раз каждый членов комиссии, мне кажется, как раз и будет анализировать ситуацию, ту, которую он видел, читая, ознакомляясь с документами. Но и мне кажется, что люди, которые будут предоставлять документы в комиссии, это все-таки в большинстве случаев, я полагаю, и думаю, так и на самом деле будет. Это люди, наверное, будут достаточно известные в городе, публичные люди. Поэтому и этот элемент его тоже надо учитывать. То есть такая многогранная. Хотя в регламенте действительно прописаны два этапа, о которых Татьяна Александровна сказала. Принятие решения, вы сказали, будет комиссионное. То есть это будет голосование, закрыто, открыто. Каким образом предусмотрено? Вообще вся деятельность комиссии, она будет, вот сам регламент работы, он будет решаться внутри комиссии. Естественно, голосование будет проходить уже только среди членов комиссии. Ну и принятие решения, оно будет уже выноситься. А люди смогут ознакомиться с этим решением, если не в режиме онлайн, то в самом оперативном порядке. Будет ли вообще, в принципе, процедура, собеседование и так далее публично? Я думаю, что процедура, она будет не публичная. И на самом деле, мне вот большое сомнение, нужна ли эта публичность в период обсуждения. Вот не превратится ли потом это серьезное мероприятие и очень такое важное мероприятие и сложное в балаган, когда множество людей захотят пролоббировать, если хотите, да, или каким-то образом высказать недоверие тому или иному кандидату. И вот комиссия, мне кажется, не просто поставит там различные телефонные звонки, значит, речи какие-то с места в неловкое положение, в затруднительное положение. Поэтому, мне кажется, то, что принято решение на сегодняшний день, что это будет закрыто рассмотреть документов, оно абсолютно обоснованно справедливо. Я думаю, что оно пойдет только на пользу работы комиссии. Во многом ведь сейчас расширились рамки для кандидатов, да, сейчас, ну, по сути, большее количество людей могут воспользоваться своим пассивным правом. Соответственно, прогнозировать их поведение, да, очень сложно. Именно, наверное, из-за этого в том числе, да, мы как бы себя все безопасим. А вот уже вопрос как к депутату Думы, да, вы участвовали в избрании, ну, как бы, выборе делегатов в спецкомиссию. Доверять-то этим людям можно? Ну, во-первых, исходя из тех фамилий, которые озвучены сегодня и не есть средства массовой информации, это люди, которые своей деятельностью, своей жизнью и самим своим существом в городе Сургуте доказали право на доверие и депутатов, и на доверие людей. Поэтому вот каждого человека, который включен от города Сургута в комиссию, я думаю, имеет полное, стопроцентное доверие и со стороны жителей, и, безусловно, со стороны депутатов. Я думаю, что такие же достойные люди будут представлены и губернатором. Мы знаем, что мы еще ждем четырех кандидатов от губернатора. Вчера такой запрос председателем Думы был подписан, и он отправлен в адрес Натальи Владимировны. И вот мы ждем на сегодняшний день предложение от губернатора о второй половине комиссии. Мы еще ждем четыре фамилии. Хорошо, а дальнейшие, последующие действия. Вот 16 ноября происходит собеседование. Специально комиссия выбирает шорт-лист кандидатов, которые идут на заседание. Что дальше? Дальше направляется в Думу список тех кандидатов, которых комиссия допускает. И 19 числа мы все с вами узнаем фамилию нового главы города, который будет исполнять свои полномочия в следующие предстоящие пять лет. Голосование будет проходить двумя третями голосов от избранного количества депутатов. То есть там не менее 17 человек должны будут проголосовать в поддержку того или иного кандидата. В случае, если такое количество набрано не будет, тогда избирается два претендента, которые набирают наибольшее количество голосов. И уже тогда простым большинством избирается победитель. Вот приблизительно алгоритм действия такой будет. Участвуют почетные, заслуженные жители города в этом процессе. Участвуют представители окружной власти. Участвуют депутаты. Но тем не менее, многие люди, может где-то высокопарно, но так или иначе говорят о том, что население, широкие массы, лишили права голосов. Так все-таки лишили или будут представлены интересы? Вы знаете, насчет того, лишили или не лишили. Да, с одной стороны, те люди, которые проявляли активную жизненную позицию и всегда участвовали в выборах. И, собственно говоря, болели душой за того человека, которого они избирали в разные ветви, на федеральном уровне, на муниципальном, на окружном уровне. Наверное, в какой-то степени им обидно за то, что на сегодняшний день они напрямую в этом деле не участвуют. Но вот лишили ли их права людей, имею в виду наших горожан, участвовать в избрании главы города Сургута? Я думаю, что теперь, избрав депутата своего округа, они доверили ему свое право голоса и косвенно, или, может быть, это можно назвать и напрямую, все-таки избиратели от каждого округа через депутата участвуют в избрании главы города Сургута. Поэтому с этой точки зрения, ну, такой сомнительный вопрос. Ну, а со второй, с другой стороны, ведь вы, мы с вами вот накануне эфира общались, и город Сургут никогда не блистал такой высокой активности политической, да? И там, если мы 30% набирали в период выборов, то это считался уже такой более-менее приемлемый результат. И тогда давайте мы справедливо себе ответим на вопрос, лишили нас права или не лишили. Пользовались мы этим правом до этого или не пользовались. Вот, на мой взгляд, исходя из этой точки зрения, через тот момент, когда депутаты будут избирать, мне кажется, большее количество населения будет через своих депутатов участвовать в избрании главы города Сургута. Это вот мое такое мнение. Дмитрий, я еще хотел дополнить, это вот, правильно сказал Игорь Петрович, это про активное избирательное право, то есть возможность избирать, но вот этим порядком избрание главы расширено пассивное избирательное право, то есть возможность избраться. То есть избирательное законодательство, оно достаточно такое жесткое и вот регламентированное. Утвердив на заседании Думы порядок проведения конкурса по избранию главы, депутаты Думы города Сургута, вот эти все, скажем, рогатки, они постарались убрать. То есть, в принципе, каждый гражданин Российской Федерации до с тех же возраста 21 года, несудимый, имеет право быть, значит, кандидатом, который выдвигается на эту должность. Естественно, те документы, которые он представляет, и сведения, которые он указывает в своем заявлении, подлежат потом проверке, поэтому пять дней-то и дается перед заседанием Думы. Но у этого любого кандидата расширяется возможность выдвинуться. То есть, я говорю, это не избирать, это не надо собирать подписи, это не надо выдвигаться там от какой-то политической партии, это не надо ходить на встречи с избирателями и так далее и тому подобное. То есть у него возможность, где-то, может быть, народ и считает, что активное избирательное право его, скажем, сузили, но вот пассивное избирательное право быть избранным главой города намного расширилось. Татьяна Александровна, вы представляете самую крупнейшую в Югре общественную организацию, профсоюзную организацию, от первичных профсоюзных ячейков идут какие-то сигналы по поводу того, вот их пожелания, какой должен быть глава и какое-то там общение с народом. На сегодняшний день пока еще такого общения нет, но я уверена, что будут обращения, будут свои предложения, будет высказано свое видение по поводу главы нашего города, по поводу кандидатуры, которая будет выдвинута. И в любом случае мы часто встречаемся со многими коллективами, со многими предприятиями. Да, действительно, у нас больше 100 тысяч членов профсоюза в нашей организации и, естественно, большую часть жителей города они представляют. И, естественно, через нас, через членов комиссии мы можем донести эту информацию до других членов комиссии для того, чтобы составить тот самый образ будущего нашего главы города. Мы продолжим нашу беседу после короткой рекламы. Не переключайтесь.